поставьте пожалуйста плюсики что-то камера мне как-то не нравится ага хорошо приятно видеть спасибо что пришли и удивили время спасибо за обратную связь так девчонки мальчишки меня зовут елена призна я нахожусь в открытом звании директор давайте с вами знакомиться я живу в республике беларусь гомельской области город светлогорск значит в проекте я зарегистрирована 2014 года значит мы пройдем сразу по уставу компании потом мы с вами познакомимся уже поближе я вам расскажу о себе как я пришла какая моя жизнь была до проекта какая жизнь моя сейчас на данный момент в проекте я поставлю я поставлю на запись девочки у меня сын дублирует немножко записывает если у кого есть возможность пожалуйста тоже поставьте на запись значит в нашей компании запрещено перерегистрации запрещены регистрации близких родственников то есть близкие родственники мама брат сестра и запрещена запрещена регистрации людей у которых которые являются на данный момент уже зарегистрированными консультантами и у них не истек срок то есть получается если человек не делал заказ там четыре каталога да он терминируется если человек делал заказ то в течение двух лет мы не имеем права его регистрировать это очень серьезно при выходе если вы не являетесь новичком при выходе но на директорскую структуру когда вы открываете и индивидуальное предпринимательство или частно предпринимательство в россии вся ваша структура просто просматривается астмы просматривают если нарушение у вас в работе либо нет так что девочки и мальчики относимся к этому очень серьезно и соблюдаем устав везде есть устав на любой работе есть устав даже даже когда мы приходим на наемную работу тут давайте девчонки я начать девчонки мальчишки я начать не буду отвлекаться в конце вебинара я отвечу на все вопросы просто записывайте себе на листочек а потом мы уже с вами поговорим после презентации договорились так дальше немножко обо мне регистрация в проект моя была в 2015 году в марте месяце значит ну активировалась скажем так я в марте месяце зарегистрировалась я не чуть-чуть ранее но я сидела молчала и так как и все как большая часть скажем так нашего населения думает о компании что это что тут продажи что тут надо что тут нет дохода что тут нет денег и что тут ну в общем скажем так как и некоторые выражается выражается лохотрон значит гоняло гоняло я тараканов но все равно что поделать я искала в принципе я искала работу в интернете значит жизнь какая у меня жизнь была до проекта до проекта я работала скажем так далеко до проекта я работала сети магазинов алмии может кто знает нас беларуси я знаю что и в россии есть тоже сеть магазинов александра михайловича значит я работала дело в том что он так сложилось что девчонки я очень я работала и 15 лет отдала торговле я практически сразу вот когда школу закончила я в институт два раза пыталась поступить в институт первый раз я не прошла капитально второй раз мне не хватило полбала конечно было обидно но я пошла ну пошла по торговой сфере начала работать закончила курсы там сколько девять месяцев курсы были закончила курсы и пошла работать значит у меня работа это затянуло и вот 15 лет я отдала торговой сфере мне торговля девочки мальчики торговля очень нравится я торговлю люблю это ну это моя была на тот момент это мать была моя жизнь вот у меня я не скрываю свои заболевания я всем говорю что у меня хронический миларейкоз крови это такая разновидность рака крови я уже с этим живу уже сейчас скажу точно 6 лет 6 лет в принципе чувствую себя замечательно от химиотерапии я отказалась когда начала принимать наш wellness pack я благодарна вообще и себе и своей голове то что я согласилась работать я рассмотрела именно это предложение как как бизнес вот девчонки в принципе когда я ушла при этом заболевании работать нельзя категорически запрещается физически работать категорически запрещается носить тяжелое в общем ну понимаете как как вот растет вот трава она вот просто растет она она да делает какие-то усилия для того чтобы жить да вот ну и я тоже в принципе когда я заболела я пересмотрела свои свои взгляды на жизнь я начала ценить жизнь девочки я начала я видела то что ну в принципе я бы хотела чтобы каждый увидел именно вот это вот вот этих людей которые хватаются за жизнь которые которые извините извините пожалуйста которые понимают что им осталось мало которые вот я девочка лежала она как у нее жизнь на протяжении четырех лет проходила она 4 месяца в больнице и месяца на дома у девочки маленький ребенок был вот значит тогда я уже пересмотрела свою жизнь мой ребенок на тот момент шел в первый класс вот я пересмотрела я начала ценить жизнь я начала я когда проспалась я говорила спасибо спасибо боженька что ты дал мне проснуться потом потом через некоторое время вот когда я уже уже пошла на пенсию в государство конечно что мне государство дало на жизнь у меня ребенок я расчет сама одна ребенка мужа нету я замужем никогда не была я мужа нету мне государство дала девочки беларусь знает ну миллион двести я на миллион двести мне надо было и как раз получилось так что я и квартиру построила мне мне надо было мне надо было и кредит платить и благо мама помогала без мамы я не знаю что бы получилось я ну наверное я квартиру бы не вытянула мне ребенка мне ребенка в школу надо было мне ребенка в школу надо было собирать и все вот так вот тяжело получилось но что что поделать я начала как какие то ну действия принимать я занялась выпечкой тортов на дому ну я выросла с этим вот потом через какое то время наверно года три как я вот заболела мой ребенок заболел сахарным диабетом ну вот жизнь вот так вот меня так вот било со всех со всех знаете со всех сторон просто напросто вот и тут заболел мой ребенок сахарным диабетом а соответственно государство деткам таким дает для меня это было для меня это было просто ну таким стрессом я не знала что мне делать что вот вообще куда мне не путься скажем так ну что государство дает ребенку да бесплатные инсулины бесплатные лекарства но таким деткам надо поначалу когда ребенок заболевает сахарным диабетом пять раз в день мерить уровень глюкозы в крови государство дает 50 из полосок на 50 дней ну у кого с математикой хорошо соответственно надо надо докупать у меня выходило около 600 тысяч на белорусские деньги только на одни тест полоски соответственно питание совсем другое мы в принципе перешли мы считаем хлебные единицы у нас все сейчас замечательно ну вот сидела я в интернете соответственно я дома сижу с ребенком получается ребенок мой на надомного обучения так как у нас сахара очень высокие мы решили перейти на надомное обучение так как здоровье дороже вот я вот сидела сидела и решила что надо интернет у меня есть под рукой интернет надо чтобы он приносил деньги не просто компьютер свет мотал да я за него платила надо чтобы это еще приносило какой-то доход вот и вот я нашла я зарегистрировалась сразу у двух людей и Люба Чудвина она опередила я вот она меня зарегистрировала спасибо ей большое конечно ну два месяца я молчала у нее хватило сил именно вот меня так вот вытянуть но я подумала думаю что я тут теряю я включилась я включилась и моя жизнь завертелась скажем так совсем в другом русле я начала думать совсем по другому вот через год проекта да я уже когда совсем недавно я купила ноутбук у меня получилось отложить денежки на ноутбук у меня получилось делать получается делать личное ЛТО и еще денежку откладывать чтобы что то так вот ввести их в оборот чтобы деньги должны всегда быть в обороте чтобы они приносили еще деньги так у нас девочка очень активный партнер Маша Гончарова она у нее проблемы со слухом и вот она мне в начале этого года она мне написала Лена давай может попробуем организуем подарки для людей которые участвуют она была ведущей в конкурсе красоты среди людей с нарушением слуха вот и получилось так что ну вот была моя немножко помощь именно вот белорусскому обществу глухих именно посредством компании компании Арифлейм тут нет ничего не было ничего сложного все вполне лояльно все все легко все ну вот просто пошло все налегке скажем так я познакомилась у меня самая чудесная команда во все экспресс я их очень люблю у меня столько столько появилось знакомых столько девчонок и подружек ну просто люди люди замечательнейшие девчонки я люблю вас спасибо что вы появились в моей жизни вот давайте давайте сегодня вот я еще немножко вас проведу именно через мечту вы знаете что за время в проекте да за то что вот вот я нахожусь в проекте я увидела что у нас люди перестали мечтать они забыли мечтать скажите пожалуйста какая у вас у вас есть мечта вообще есть мечта какая она у вас вы верите вообще вы верите мечту вы верите что она может исполниться значит там кто то написал стараемся верить стараемся верить надо верить не просто стараться надо верить надо просыпаться и думать засыпать с целью засыпать с мечтой просыпаться с целью именно цель цель и обязательно чтобы они были и каждый прописывать всегда себе все прописывать девочки у меня соответственно тоже я как и все скажем так мы жили в системе я как и все я забыла мечтать я ну жизнь так затянула что я забыла мечтать, да, я прожила день, я благодарна тому, что я прожила день, я проснулась, я благодарна тому, что я проснулась, вот, но, понимаете, не было цели, у меня была цель только, да, обеспечить ребенка, чтобы, ну, ребенок, он-то вырастет в любом случае, как бы то ни было, вот, дети-то растут, вот, ну, а что, вопрос в том, что я ему оставлю, конечно, у меня за этим почему-то не стоял, вот, сейчас у меня совсем другая цель, именно оставить после себя что-то, потому что, ну, к сожалению, мы что не вечные, да, вот, оставить что-то после себя и организовать именно фонд помощи детям онкологическим больным и детям больным сахарным диабетом, вот. Вот такая вот, ну, скажем так, такая вот у меня мечта, вот, значит, что, что предлагает наша компания, что наша компания предлагает, мы именно, мы именно достойный доход, компания, достойный доход с выходом на пассивный доход, взаимовыгодное сотрудничество, гибкий график работает, то бишь, вы сами сидите, вы работаете, вы если согласитесь сотрудничать, если вы будете работать, именно, именно работать, вы открываете, если вы зарегистрированы на данный момент, вы открываете уже свой интернет-магазин, вы открыли свой интернет-бизнес, в чем, в чем разница классического бизнеса и бизнеса сетевого, мы поговорим дальше. Значит, можно, можно заработать быстрые деньги, но это маленькие, можно заработать большие деньги, но они приходят именно от, скажем так, от того, что от вашей целенаправленности, от вашей работы, вы влаживаете сюда именно свое время и свою энергию. Значит, как устроен наш бизнес? Допустим, девочки, мальчики, новички, вот, если вы зарегистрировались, вы именно, никогда, сразу вам говорю, даю вам совет, никогда не смотрите, что делает вышестоящий спонсор, что, никогда не думайте, что вы работаете на спонсора, это, это самая большая ошибка, это самое большое, самое большое заблуждение. Не всегда спонсор может работать дальше. Вот он вас зарегистрировал, и все, и она может уйти. Ее тараканы могут победить, то желание, которое у нее было, да, но оно, наверное, было слабенькое, вот, а вы, вы останетесь работать, вы работаете здесь, в первую очередь, на себя, у спонсора, спонсор вам помогает, только информационно. Смотрите, вы зарегистрировали двух человек, вот, допустим, двух активных людей, потом эти два активных человека еще двух приглашают. И смотрите, именно двух активных, даже возьмем двух активных каталог, ваша, ваша уже структура состоит из трех человек, а эти два еще и так вот по двоечке, понимаете, по двоечке, когда вот приглашаешь именно два активных человека, два-три человека, можно пятерочку. Но у нас построение структуры совершенно, ну, другое, не так, как работают люди на Земле. Почему стереотип сложился, сколько я вот слышу, а рефлейм это лохотрон там и все подобное. Потому что у нас построение структуры совсем другое. На Земле человек, лидер, да, я бы не сказала, что лидер, консультант, да, он регистрирует именно только под себя ромашкой, а у нас построение совсем другое, у нас построение морковкой, колбаской, сосиской, как хотите можете назвать. То есть мы регистрируем друг под друга, и этим мы помогаем заработать другим. Мы помогаем включиться людям, у которых еще низкий рекрутинг, еще не налажен, которые только начинают разбираться. Пока человек разбирается, у него уже структура. Девочки, я сама начала строить две веточки. Спонсорская ветка у нас появилась только после того, когда пошло немножко перестроение структуры. И вот таким вот образом ваш бизнес, именно ваш бизнес, берите всю ответственность на себя, подумайте, ваш бизнес растет как, когда вы катаете бабу снежную, да, и вот ком, вот как снежный ком. Реально, девчонки, я когда была новичком, я просто не верила, что это работает. Девчонки, это работает, поверьте, это работает, это колоссально работает. Он просто растет как снежный ком и вот наворачивается, наворачивается. И ваш бизнес просто начинает расти, как в геометрической прогрессии. И вот через год у вас уже может быть и тысяча человек в структуре и более. Значит, я немножко тут сделаю корректировочку по Беларуси. Я в основном буду разговаривать по Беларуси, потому что у меня почему-то получилось так, что в основном развивается родная страна. Девчонки, большое вам спасибо, огромнейшее спасибо моему первому ключевому партнеру, это Ольге Сатюк. Олечка, я люблю тебя. А дальше у нас уже пошли девчонки. Значит, 500 тысяч уже премии выплачивается на 9%. Да, надо поработать, надо постараться. Но представьте, если вы делаете свой личный товарооборот примерно 150 баллов, баллов гонуса, это внутренняя расчетная единица компании, значит, вы получаете, так как и в классическом бизнесе, вы не сразу получаете отказ. Вы вложили, вы открыли, допустим, вы открыли бизнес, который на земле, который классический бизнес. Вы вложили в товар, вы вложили в аренду. Вы представьте, сколько это надо денег. А если вы взяли кредит, вы открыли ИП, у вас еще нету плюса, а вам уже надо платить налог. ИП мы открываем только в том случае, если у нас, когда у нас идет, уже мы видим, что у нас идет стабильный доход, и уже вот на этом же уровне мы начинаем, открываем ИП и получаем уже денежки, живые, скажем так, в наличке. До того, как мы открыли ИП, мы ими пользуемся, нам компания дает скидки. То есть у вас накапливаются денежки на счету, на вашем счету, который находится в вашем кабинете. В кабинете, если вам интересно, вы можете спросить у спонсора, спонсор вам расскажет, как посмотреть, сколько у вас денег, но скажу сразу, не бойтесь, у меня будет вебинар сегодня в 6 часов, я вам расскажу именно про эти вот 150 баллов. Страшно это и не страшно, приглашаю вас еще вечером. И вот, смотрите, я часто слышу, что это пирамида. Девчонки, мальчишки, мы живем в пирамиде, наша жизнь в пирамиде, мы только родились, мы уже в пирамиде. Поздравляю вас, вы все время в пирамиде. Есть продуктовые, виды продуктовых пирамид, есть финансовая пирамида. Девочки, чем отличить финансовую пирамиду от MLM? Это, ну, в финансовой пирамиде нет, скажем, самое большое отличие, в финансовой пирамиде нет продукта. Даже если он что-то там есть, но он только в единичном варианте. В сетевых компаниях всегда есть продукт и большое количество наименований. В компании Ariflame более двух тысяч наименований продукты. Значит, государственная пирамида. Вот, я говорю, что когда вы родились, вы уже находитесь в пирамиде. Вы находитесь в государственной пирамиде. Плюс, когда вы учитесь, идете в садик, вы в садике, над вами кто начальник? Воспитатель. Плюс нянечка. Над воспитателем там еще кто-то. Вы тоже находитесь в пирамиде. И работа по найму. Когда вы отучились на какую-либо профессию, да, вы пошли на работу, вы же сразу на директорское место не сели. Да, но даже над директором тоже есть свои начальники. Да, на работе тоже вы подчиненные, над вами еще куча, скажем так, руководителей. Значит, с пирамидами, я думаю, все понятно. Что, я думаю, так вот объяснила, что да, мы живем в пирамиде. И не надо бояться, что пирамидка, треугольник, в принципе, хорошие устойчивые структуры. Чем отличается сетевой маркетинг от финансовой пирамиды? В сетевом маркетинге есть реальный продукт. И продукт этот, либо вы для личного потребления, либо вы там предлагаете знакомым, соседям, родственникам. Да, стоимость вход, мне интересно, вот вход в финансовую пирамиду от 500 долларов до 2000 долларов. Да, ну сейчас вот так завуалировали, что можно даже, говорят, давайте там 20 долларов дашь, а через год ты там получишь, или через месяц ты получишь там 200 долларов. Да, вот человек вот просто влаживает, но ты должна еще там привезти кучу людей, чтобы они тоже вложились. Так, заработок, но вы ничего не приобретаете, вы просто на ветер выбрасываете, даже те вот, возьмем, всех 5 долларов, да, вы выбрасываете. Допустим, как в Арифлейм, вы уже вышли на 3%, первая ступенечка, у вас уже 5 долларов. 5 долларов доход, и, пожалуйста, вы приобрели для личного пользования какие-либо продукты, и, пожалуйста, вы еще из этого получили доход. Скажите, пожалуйста, разница есть в том, что в финансовой пирамиде вложить деньги куда-то, да, в воздух, и разница в том, что вы приобрели. Так, заработок идет тут от реализации продукта, а в финансовой пирамиде заработок идет от вступительных взносов, то, что вот я сказала, от вступительных взносов вновь прибывших членов. В сетевом маркетинге обязательно, в любой компании. Ну, я выбрала Арифлейм, потому что, во-первых, я знаю эту компанию, я знаю продукт, я влюблена просто, я когда начала делать первые заказы, первый заказ мой был, я тушь не сделала себе, мне тушь нужна была, просто им необходима она была. Продолжение следует... Мы должны продавать не продукт, мы должны продавать маркетинг, маркетинг план компании, тем более, что он, ну, простой, самый лояльный, простой маркетинг план, просто бери, вам дали инструменты, инструмент просто как средство, продукт это просто как средство к продвижению к своей какой-то цели, да. И в сетевом ответинге официальная регистрация и сертификация продукции. То есть вы зарегистрировались на данный момент, вы являетесь зарегистрированы консультантами, вы прошли верификацию паспорта обязательно, вы подтвердили о том, что вы, это вы, верификация паспорта, и начинаете работать. Все, ваши данные уже занесены в компанию, и вы можете распечатать договор присоединения на своем кабинете, на сайте компании. В финансовой пирамиде это все отсутствует, и регистрация, и сертификация продукции. Светлана, посмотрите в записи. Сравнение классического бизнеса, вот то, что вот я говорила, классического бизнеса и бизнеса сетевого маркетинга, классический бизнес легально и официально, так же, как и сетевой бизнес в Арифлейм, да, тоже легально и официально. В классическом бизнесе аренда помещений. В нашей компании, в нашем проекте мы работаем только через интернет. В классическом бизнесе заработная плата сотрудникам, закупка товара, то есть вы влаживаете все то, что я говорила, вы влаживаете. В нашей компании не требует значительных капиталовложений. И я не считаю, что приобретение продукта, да, то, что вы пойдете купите то же самое мыло в магазине, это влаживание денег. Скажите, когда вы хлеб в магазине покупаете, вы считаете это вложением? Думаю, что нет. Вы считаете, что это нужное приобретение для личного потребления. И вы не думаете, что вы это вложили в деньги, что вы там 8 тысяч взяли и заплатили. Я зарегистрирована, была зарегистрирована в 2015 году, в марте месяце. Вот. И в классическом бизнесе привязанность к конкретному месту. В нашем бизнесе нет, нет привязанности к конкретному месту работы. Девочки, мой бизнес – это планшет, телефон и компьютер, если я нахожусь дома. Если я куда-то выехала, я нахожусь на связи со своей командой, со своими людьми через планшет либо по телефону. Я всегда на связи, мне звонят девчонки, если какие-то есть вопросы. В классическом бизнесе, девочки, классический бизнес, конечно, четко, конечно, классно, все круто. Но если вы решите, оставите, поехать в отпуск, решите отдохнуть, девчонки, ваш бизнес встанет просто-напросто. Вы когда после отдыха, у меня у подруги свой бизнес классический, вот когда они приезжают, когда, ну, с отдыха, все, они просто зарываются. И банки надо, и налоговые надо, все документы отдать, то, что накопилось за все время, даже за те две недели, что отдыхали. Все, они приехали, все, они, они просто не вылазят из всех инстанций. Потому что это все, все дело накапливается, плюс закупка товара. Соответственно, ты каждый раз, ты должен ездить и закупать товар. У нас закупка товара, не надо ничего, не надо делать этого. вот. Вы сами заходите в свой личный кабинет, открываете каталог, либо у вас бумажный каталог, вы открываете этот каталог и выбираете, что вы себе хотите. Вам компания предоставит доставку, либо в сервисный пункт, либо на почту. и вам только надо будет прийти и забрать свой заказ. Главное не забыть про него. Так. Сетевой маркетинг, девчонки, мальчишки, сетевой маркетинг в каждом из нас. Сетевой маркетинг везде. Вы понимаете, что когда вот, скажем так, ну, ребята разговаривают, допустим, там запчасть какая-то на машину, да. Он купил где-то подешевле одинаковая марка машины, у того и у того полетела одна и та же запчасть. Так. Один купил там, нашел где-то подешевле, сказал другу, вот, есть туда, там дешевле, чем у остальных. Естественно, друг, тот поедет тоже купить ту же самую запчасть. То есть он создал товарооборот тому предпринимателю, которого купил. То же самое и между девчонками. У девчонок как-то это проще получается, намного быстрее. Вот. Она купила платье, либо юбку, либо шампунь, и сказала своей знакомой, та знакомая пошла в тот же магазин тоже, и помимо шампуня она еще там что-то прикупила. Она создала товар, магазину товарооборот. что она дала зарплату сотрудникам, она дала зарплату доход определенный человеку, который держит, скажем, арендует, вернее не арендует, который возглавляет этот магазин, скажем, бизнесмену. Вот. То есть, но за это она ничего не получила, а мы создаем товарооборот компании, приглашаем людей, именно приглашаем людей в свою команду, создаем товарооборот, то есть что помогаем, либо помогаем людям, рассказываем. Вот ты вот можешь это мыло, шампунь, пасту зубную купить. Тебе компания еще за то, что ты это приобрела, тебе компания помимо двадцати процентной скидки, тебе компания еще заплатит за это. Вы просто делитесь тем, что у вас есть. Нужно уметь поделиться, рассказать. Девочки, мальчики, у нас, допустим, у меня в сумочке всегда лежит косметичка. Кто спрашивает, Лена, покажи мне тушь, я открываю, у меня два вида туши, я на тушах помешаны, девчонки, это туши и лаки для ногтей, это моя болезнь. Вот. Я открываю и показываю, вот тут вот кисточка такая, вот тут вот такая, но я привыкла пользоваться, скажу вам сразу честно, вот уже перейду на продукт, что я люблю тоненькие туши, силиконовые наши. Что нужно делать? Что нужно делать? Мы просто отказываемся от покупки аналогичных продуктов в магазине и покупаем в своем интернет-магазине. Мы обучаемся. Обучаемся, как правильно нам работать, как обучаемся, как правильно, девчонки, мальчишки, даже как правильно мыслить. Просто нужно немножко поменяться, немножко обучиться. Ведь для того, чтобы нам быть, приобрести какую-то профессию, мы что учились, правильно, мы за это не получали деньги. А тут мы сразу начинаем работать, да, обучаемся, и тут же нам еще может компания заплатить, если мы выполнили условия. Для новичков у нас очень классная стартовая программа. И в свою очередь мы строим свою сеть покупателей. Либо покупателей, либо бизнес-партнеров. Все очень просто. Тут не надо изобретать велосипед. Просто мы выгоняем всех тараканов из головы и начинаем работать. Если сложно, пишите своему спонсору, вышестоящему спонсору и начинаешь рассказывать, что ты думаешь. спонсор всегда поможет, и какие у тебя вопросы, какие у тебя вообще проблемы. Спонсор – это в первую очередь друг и знакомый. Значит, если мы приглашаем по 3 человека в каталог и ваш личный товарооборот и у каждого человека по 30 баллов, да, баллов бонуса, ну, то есть мы покупаем шампунь, кондиционер, зубную пасту, гель для душа, мыло, дезодоранты, пены для бритья, после бритья, ароматы. То есть тут даже я вам уже сказала больше, чем на 30 баллов, потому что ароматы, допустим, мужской аромат – это примерно 23-25 баллов. Можно и на 32 выбрать. И эти 3 человека, вы пригласили 3 человека, сами сделали товарооборот на 30 баллов и пригласили 3 человека, те же люди сделали тоже по 30 баллов. Сразу скажу, у вас рост будет, но рост будет медленный. Если вы хотите быстрого роста, девчонки, мальчишки, начинайте с себя, начинайте показывать своим людям. У нас есть такое условие, допустим, вы должны сделать каталог 150 баллов бонуса для того, чтобы вам начислилась объемная скидка, то есть ваш доход. Это не страшно. Приходите сегодня вечером, я вас научу, как это делать. И вы приглашаете по 2 активных людей, вот как я говорила, по 2 активных человека, которые тоже делают 150 баллов в каталог. И приглашают в свою очередь, они же вас дублируют. Это бизнес дубликации, бизнес повторяшки, вот скажем, как попугайчик, попугай за тобой повторяет все время. И вот вы должны просто повторять за своим спонсором те действия, которые его привели к успеху, если спонсор ваш работает только в этом случае. Но не повторяйте те действия спонсора, когда спонсор не работает, сидит, ничего не делает. И не надо этого повторять. У спонсора роста нет. И у вас такой же будет рост, как и у спонсора. Думайте о том, что вы пришли строить именно свой бизнес. И ваш рост будет просто колоссальнейший, просто мега крутой. И вы уже за 5 каталогов можете открыть золотого директора. Я немножко подтормотила, потому что я часто слушаю своих тарканов. Надо их почаще в угол загонять, тогда будет все просто замечательно. Значит, давайте подумаем. Если вы сейчас включите, если вы сейчас, с сегодняшнего дня, не ждем понедельника, не ждем начала нового каталога, сейчас завершение каталога. Сегодня, завтра 150 можно сделать, получить первый свой доход, если вы новичок. И начинать приглашать, смотреть обучающие вебинары, начинаем приглашать. Если вы будете, если вы... Да, я вам расскажу, как мои родные... Сейчас, секундочку. Я вам расскажу, как мои родные отнеслись ко всему этому. Это, конечно, было очень интересно. Если вы начнете сейчас, то что вас ждет через год? Вас через год ждет банкет директоров. Вы просто представьте, девчонки, вы оденете красивое вальное платье, оденете красивые высокие каблуки, вы поедете за счет компании на банкет директоров, компания оплачивает все. У вас будет достойный растущий доход каждые три недели. Не каждый месяц. У нас каталог длится три недели. Каждые три недели. И плюс путешествие за счет компании. Но, если вы... Сейчас вот... Вот просто вот... Да ну! Все это... Ну, это все неправда. Все это... Вот... Не поверите. Если вы не начнете ничего делать, если вы не начнете ничего вообще, абсолютно... Что у вас изменится? У вас ничего, девчонки, мальчишки, я вам сразу говорю, у вас ничего не изменится. Абсолютно. Начинайте, начните делать. Берите свою жизнь в руки. Только вы отвечаете за свою жизнь. Только вы сами должны прожить свою жизнь. Ваши друзья, знакомые, родственники, пусть они живут своей жизнью. У них своя жизнь, у вас своя жизнь. Подумайте об этом. Вы должны жить в первую очередь своей жизнью. Либо вы живете по законам, по шаблону государства. Дом, работа, работа, дом. Либо на начальном этапе вы совмещаете свою основную работу. Да, мне немножко в этом плане, скажем так, повезло. Я могу уделять этому виду деятельности более... более продолжительное время. Но есть же у нас мамы в депрессе, у которых детки маленькие. Вы можете уделить 2-3 часа, но вы должны работать. Понимаете? Вы должны просто в сердце почувствовать сердце, носить именно свой бизнес. Потому что это ваш бизнес. Если у вас в сердце будет бизнес, значит, у вас пойдет бизнес. Значит, вы пойдете расти и у вас пойдет достойный доход. Откройте, откройте просто свои мысли. Откройте себя для больших денег. Не надо думать, что вам надо 10 там тысяч белорусских рублей. Думайте о том, что вам надо 10 миллионов белорусских рублей. Желательно по новому курсу. Вот и все. По новым деньгам, извините. Так, девчонки. Значит, девчонки, это вот последний слайд, да? Еще бонус. Бонус для новых партнеров. Это участие в акциях в компаниях. Значит, кто недавно зарегистрировался, у кого еще не прошел 21 день с даты регистрации, очень рекомендую. Украина 75 баллов. Вы получаете подарки очень выгодные приобретаете. Беларусь 100 баллов. Беларусь-Россия 100 баллов. И Казахстан 100 баллов, если я не ошибаюсь. По Казахстану, девочки, извините, не посмотрела. Вот. И вы получаете в подарок, мало того, вы получаете в подарок рекрутинговый сайт. Абсолютно готовы к работе, которые приготовили нам директора, которые оплачивают нам вышестоящие спонсоры. Вы просто берете этим и пользуетесь. Берите то, что вам дает. И начинайте это употреблять. Девчонки, верьте в свою мечту. У нее есть приятная особенность сбываться. Если вы в нее не верите, она никогда не сбудется. Просто поверьте в нее. И начинайте делать. Делать для того, чтобы сбывались мечты. Девчонки, мальчишки. Жду от вас вопросов. Ну, да. Надо, чтобы жаба... Оксана, надо, чтобы жаба душила и просто стремиться, вот, давать это... Чтобы жаба еще, она подталкивала к тому, чтобы было то же самое у тебя. Девочки, мальчики, есть вопросы у кого? А, как тараканов у родственников убить. Так, очень, да. Интересно, конечно. Мои родственники, они мне сразу улыбались. Что-то, ну, весна крутили. Что-то ненормально чем-то ты занялась. Зачем это тебе вообще нужно? Вот. Ну, вот есть такое вот в человеке, вот он старается уберечь. Вот. Уйти от того, чего он не может понять, либо в том, что... Ну, не хочет понять. Либо не хочет понять. Знаете, что я настояла... Я человек упертый. Я настояла на том, что я буду тут работать. Что я буду, что это мое. Не улыбались. Мне говорили, ты ненормальная. Куда ты пошла? Да это же секта. Вот. Ну, вот в таком вот плане... Девочки-мальчики, вот теперь, теперь улыбаюсь я. Теперь, теперь улыбаюсь я. Я просто хожу, и у меня мысли уже... Зимой мне ехать на Мегафорум, что мне одеть. Вот. Мужу уделять... Мужу уделять... Скажу вам по... По примеру Маше. Есть у нас девочка Маша Павленко. Уделите мужу максимум внимания. Для того, чтобы он вам сказал, иди дальше, сиди, работай. Вот и все. Просто... просто ему уделить... Семье надо уделять внимание. И то же самое, и внимание своему бизнесу. А когда у вас пойдет рост, поверьте мне, муж присоединится. Есть очень много примеров у нас в проекте, когда мужья уже приходят за женами. Не, ну, мужа тоже... Муж может потом помочь. Две руки тоже. Как начать? Дима. У мальчишек, конечно... Дима, конечно, да. У мальчишек немножко с этим сложнее. Дима, советую почитать 10 уроков на салфетках. И, девчонки, мальчишки, читать. Читать. Научитесь читать. И желательно, чтобы эта книжка была настоящая. Если никто не хочет, просто вы представьте себе, что вы идете по дороге. Дорога – это ваш бизнес. Это ваше начало бизнеса. И люди, которые не хотят – это грязь. Что вы сделаете, когда вы идете по дороге и видите вот грязь посреди дороги? Что вы с ней сделаете? Вы пойдете, будете обходить. Вот и обходите людей. Вы просто возьмите, почитайте 10 уроков на салфетках. Посмотрите Полежаева. Посмотрите… У нас много очень мужчин. Посмотрите вебинары именно вот мужские. Какой позиции смотрит на этот бизнес мужчина. Вы просто подумайте, Дима, вы подумайте. Либо вы будете получать там 3 миллиона, да, в белорусских рублях, я говорю. Сейчас, в данный момент. Либо вы через год будете получать 30 миллионов. Разница есть. Просто поставьте себе цель. Не хотят – не хочешь – не надо. Я найду себе человека, с которым я буду работать. И всегда думайте, есть ли у кого-то там слабенький на начальном этапе, слабенький рекрутинг. Я всегда думала, мои мне люди всегда будут. Интернет большой. А ты… Ну так, дело в том, что если мама говорит, что в Арифлейм все дорого, в Арифлейм разная ценовая политика. Просто со своей 20-процентной скидкой. Можешь и когда есть объемная скидка, можешь со своей объемной скидочкой уже маме предложить. Я своих подсадила, девчонки подсадила просто на Арифлейм тем, что у каждого есть дни рождения. Вот, у каждого есть дни рождения. Просто берите и дарите подарочки, мелкие подарки. Всегда вот, либо шампунь, либо набор какой-нибудь, если у парня у нас наборы мужские вообще замечательные. Вот. Либо водичку туалетную. Вы знаете, что я знаю, что у нас качество в продукции, во-первых, качество очень замечательное. И просто маме объяснить, мама, ты понимаешь, что я создаю товарооборот, мне за это будут деньги. Все. Велнесс. Классная продукция Велнесс. Той же маме взять, предложить. Просто мама, пропей витаминки просто курс 4 месяца. Вы знаете, что это просто замечательнейшая вещь. А коктейли, это круто. Особенно у кого, я ребенку своему покупаю, там по гликмическому показателю все замечательно. Так что, девочки, мальчики, не бойтесь, не бойтесь покупать, у кого есть вопрос именно с уровнем сахара в крови, там все замечательно в этом плане. Да, 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 я вам все равно подарю и зари, я вам принесу все равно и зари. Сейчас у меня, вот мама мне, допустим, мне мама вчера звонит, говорит, мне надо зубная паста. Все, мыло, мыло, шампунь подарила, сделала такой наборчик, мыло, шампунь, у меня племяшек много, вот, и я племяшкам дарю. Так что, подсадила по полной программе. Пить wellness pack. Просто, и именно пить двойную дозу, сразу говорю. Под, там два пакетика, два пакетика, и вот утром и вечером, можно либо два раза. Не знаю, девчонки писали, что высокое давление там мужу помогло. Защищает остатоксин, очень, можно остатоксин, очень хорошее средство, но защищает кровеносные сосуды. От вредного мужа хорошая жена. Дело в том, что, давайте, девчонки, давайте на аптеку мы работать не будем, понимаете, что, допустим, если взять мои, я, у меня была таблетированная химиотерапия, мои таблетки стоят, я не знаю, вот полгода назад они стоили 7 миллионов. Ну, у меня, естественно, они бесплатно выдаются, так как я, ну, нахожусь, а wellness классная вещь, просто, просто взять, подсесть полностью на весь курс, пропить 4 месяца курса, и вы увидите, что результат придет. У меня лично суставы перестали хрустеть, у меня все время я спортом занималась, у меня ноги вывихнуты, у меня кости перестали хрустеть. Декоративка, да, декоративка у нас классная. Так, девчонки, есть еще вопросы какие-либо? Если тараканов, если хотите выжинать тараканов, берите, включайте еще одна такая штучка есть, берите, включите фильм секрет, просто-напросто, посмотрите, там он час двадцать четыре идет, или час двадцать семь. Просто возьмите, включите фильм секрет, посмотрите и сделайте себе пометочки на листочке. В Белоруссии, допустим, в Белоруссии у нас wellness продается только через аптечную сеть. Вот, правильно, Лариса. Надо смотреть себя и полюбить себя, наконец, надо любить себя. Все, девчонки, всем спасибо, жду вас, в чат вложилось, жду вас сегодня вечером на вебинаре. Спасибо. Спасибо.